коротко четко ясно минусы смартфонов samsung которые есть у каждого независимо какая у тебя модель samsung но конечно же у компании samsung плюсов больше чем минусов но я минусах должен знать каждый из вас наверное кто-то из вас сейчас собирался как раз купить samsung и думает дай гляну кейс минуса видео в интернете принципе нет такого видео поэтому мое видео должно тебе помочь но есть у тебя уже samsung возможно после этого видео ты просто его продаж и перейдешь на что-то другое перед началом видео хочу сказать что стоп не надо сразу же идти в комментарии пытается меня приунизить вы кинуть помидорами сказать что ах ты плохой ах ты предатель так далее я люблю samsung я сам пользуюсь смартфонами samsung я как и вы люблю samsung но у него есть минусы давайте откроем глаза снимем розовые очки я сейчас о них вам расскажу помчали кстати если знаете какие-то другие минусы обязательно напишите комментарии первый самый главный минус для меня это шим многие из детишек сейчас скажут что такое шим так просто ты его не увидишь чтобы увидеть его достаточно выйти на улицу взять другой телефон samsung вертикальном положении снимать его экран на белом фоне это увидишь что такое шим это очень сильно влияет на глаза то есть если у вас samsung и вы замечали что у вас периодически болит голова болят очень глаза устают глаза вну это на все влияет вы по ночам там плохо испить и так далее это все из-за шима samsung в отличие от других производителей даже сяоми уже уменьшает ну то есть у них есть специальная программа в телефоне ты нажимаешь на нее до функции это включается и шум пропадает но samsung с этим вообще никак не борется типа мол ну и ломайте себе глаза это самый огромный минус получается за свои же деньги мы себе вредим покупаем дорогущие телефоны samsung и потом ломаем себе зрение вот это самый огромный минус следующий минус это конечно же цена ты только вот купил вот два человека вышли с магазина у одного iphone 14 pro у другого с 22 ультра ну на момент выхода да они выходят с магазина через неделю samsung уже упал в два раза в цене iphone стоит на том же месте иногда даже еще дороже продается то есть очень быстро падают цены на смартфоны samsung и это меня очень бесит потому что я покупаю когда они выходят новая модель вышла пошел купил ну елки-палки когда следующая модель выходит я уже его продаю вообще за копейки ну потому что это android детка по-другому это не назвать но тут скажу в защите samsung следующее что это с любым android смартфонами такая вот ерунда с айфонами у них цена не падает а вот на android до сразу же падает следующий минус есть каждом телефоне у некоторых из вас это вообще просто в ужасном плачевном состоянии у меня с 23 ультра флагманский смартфон самым мощным процессором в мире но все равно это косяк есть когда я снимаю видео его выключаю меня бесит что надо ждать 2 секунды вот это вот выключение в 2 секунды она так раздражает но вроде ты флагман ну окей в дешевых а сериях да это допустимо но почему у тебя это так на айфоне вообще миллисекунда и сразу вырубается а здесь это прям так долго работает я честно этого не понимаю этот минус конечно многих из вас наверное не будет бесить многие из вас даже не обретят внимание но я просто как блогер очень часто снимаю видео в день под 5 лишь раз снимаю видео и меня это так запарило и ждешь 2 секунды как будто у тебя какой-то старенький не знаю android смартфон который но окей должен тормозить вот эти три вещи которые мне бесит смартфона samsung я знаю что минусов на самом деле много но я больше не буду ничего говорить потому что для меня вот эти три пункта были самые важные какие вы знаете пишите в комментариях и не переживайте я обязательно проведусь и по другим брендам ведь у каждого бренда есть минусы